Скажите, пожалуйста, а какой факультет вы заканчивали? Я заканчивал физический факультет. Какого университета? Университета Каразина. А почему вы сделали выбор именно на этот факультет и в этом университете? У меня перед глазами было несколько удачных примеров в лице моей бабушки, моего дедушки и моего дяди. Поэтому я решил пройти по их стопам. То есть это династия? Да, это династия. И могу сказать, что после меня мой брат тоже выбрал физический факультет. Здорово. То есть сейчас он учится на физическом факультете? Да, прямо сейчас. А какую кафедру вы выбрали и почему? Я выбрал кафедру физики кристаллов. С одной стороны, следуя примерам старшего поколения, которые закончили эту кафедру. С другой стороны, этот род занятий меня больше всего привлекал. И у меня была возможность сравнить преподавателей, была возможность сравнить условия, и выбор для меня был очевиден. Это здорово. Скажите, пожалуйста, вот как после окончания кафедры сложилась ваша судьба, какая была работа, перспектива, и где вы сейчас? После окончания университета я уехал в аспирантуру в Германию, в город Хайдельберг. Занимался я, правда, атомной физикой, но, в общем-то, знания с кафедры физики кристаллов косвенно мне тоже понадобились, так как мы работали с детекторами, с интелляционными, и также на кристаллах в Германии. Да, я закончил аспирантуру, и после окончания аспирантуры я ушел в другую область, я работаю в IT, но остался в Германии. Скажите, то есть ваших знаний, которые вы получили на кафедре и после еще обучения в аспирантуре, достаточно для того, чтобы переквалифицироваться и работать в IT-компаниях? Да, знаний достаточно. В принципе, специфические знания, которые необходимы в любой компании, приобретаются во время работы в этой компании, а база, которая необходима и которую, в общем, ожидают эти фирмы от новых работников, эта база, которую я получил в университете, да, ее было достаточно. Прекрасно. Скажите, а какая тематика дипломной работы у вас была? У меня была. Я изучал поляризацию тормозного излучения в зависимости от направления спина исходящего электрона. Интересно. А была ли эта тематика как-нибудь связана с дипломной работой, которую вы выполняли в университете? Нет, не совсем. Это все-таки было достаточно другое направление. Но с дипломной работой было не связано. Но, как я уже говорил, знания по кристаллографии, базовые знания, в общем-то, пригодились. Скажите, пожалуйста, есть ли вообще перспектива изучения фундаментальных наук и какие рабочие места могут получать студенты, которые оканчивают физический факультет? По вашему мнению, конечно. Студенты, которые заканчивают физический факультет, имеют, в общем-то, достаточно широкий спектр возможностей, так как чем хорош физический факультет, тем, что ты учишься сам получать необходимую информацию. То есть тебе никто не говорит «возьми, открой страницу такую-то, выучи тему такую-то». Тебе дают задания, у тебя есть некий простор для, так сказать, импровизации, для какой-то самостоятельной работы, что, в общем-то, в дальнейшем очень ценится. Такое умение, когда точно непонятно, откуда черпать информацию, и вот такое умение найти то, что тебе нужно из всего многообразия, это очень ценится. Спасибо большое. А какие бы курсы, которые читались на кафедре физики кристаллов, вы бы могли выделить, которые помогли вам в современной жизни? Курс, который читал Дмитрий Вадимович Мацокин, был, безусловно, полезен, так как это такое введение, не скажу в программирование, но, в общем, взаимодействие с компьютером, то есть в научную работу с компьютером, в некие измерения. Вот этот курс был полезен, и курс Инессы Васильевны Воробьёвой по росту кристаллов, вообще по кристаллографии также был полезен. Большое спасибо. Скажите, пожалуйста, какие Вы видите перспективы для человека, который заканчивает физический факультет в современном мире, вот сейчас? Что открывается перед таким человеком, который стремится, который посещает занятия, который интересуется решением задач, которые ставят перед ним преподаватели, то есть проявляет активность? Перспективы? Перспективы достаточно широкие, что можно сказать. Во-первых, несколько моих сокурсников, несколько моих знакомых с университета остались в Харькове, остались в, я имею в виду в Харькове, в области физики, то есть они работают на заводе кристаллов, в Институте сентиляционных материалов. В принципе, насколько я понимаю, они достаточно неплохо себя чувствуют. Также, если есть люди, которых интересует выезд за границу, как, например, в моем случае, то могу сказать, что с образованием, которое получаешь в университете Каразина, во-первых, университет Каразина котируется, его знают в Европе, и с теперешним положением дел студентов в Европе не хватает. Также физических студентов или аспирантов. Европейская молодежь не очень охотно идет в аспирантуру по той же физике. В принципе, высока вероятность найти какую-то позицию и уехать либо в Польшу, либо в Германию, то есть примеров перед глазами предостаточно. Здорово. Скажите, пожалуйста, какие шаги «делай раз», «делай два», «делай три» для того, чтобы себя можно найти в данном направлении, если человек желает выехать? Именно по специальности. «Делай раз», «делай два», «делай три». «Делай раз», как ни странно, нужно точно понять, что ты этого хочешь. Потому как в моем случае это заняло года два. Я до конца не мог определиться. Ну, в общем, скажем, вы уже знаете, что вы точно хотите. Достаточно легко ищутся сайты с предложением позиций. И в разных европейских странах даже есть позиция, которую я нашел я. Кажется, это был сайт для всей Европы, то есть не для одной страны. К сожалению, не помню, какой конкретно это сайт. Но позиции легко ищутся, их очень много. Английский, хорошие оценки. Как ни странно, но в аспирантуру, чтобы поступить, необходимо обладать высоким средним баллом. Наверное, даже не скажу «делай три». Хорошо учиться, плюс английский. И, в общем-то, все получается. Спасибо большое. С нами был Ковтун Алексей, выпускник кафедры физики кристаллов. Какого года? 2011 года. Ну, не так давно. Спасибо большое.